Добрейшего времени суток, друзья, с вами Кассида Юрч, ребята, и сегодня вместе с Димкой мы снова играем в GTA 5 Online. Здесь будет прикольное шоу, прыжки в длину. Здорово, ребята! Что ж, друзья, в этой рубрике мы достаем тачки, прыгаем на них на максимальных скоростях с трамплина, и задача улететь через всю карту в GTA 5 Online. Проведён 12 раундов, и лучшая машина за все раунды, которая улетит выше и дальше всех, принесёт ещё плюс один экстра балл в конце, который часто бывает так, что приносит победу. Поэтому мы с Димкой сразу сходом застаем по одной тачке, и, в общем-то, у меня, кстати, это очень хороший корвет. Корвет. Хотя корвет. Корветцев очень. О, вспомнил. О, а что? У меня Макларен Низа? Да, какой-то Макларен, какой-то Макларен. Что ж, ребята, рубрика прыжки в длину, многим она нравится, поэтому продержите, конечно же, ролик лайком, ну и не забудьте подписаться. Так, у меня даже есть ускоряшка. Бля, там проблема! Дырка! Дырка. Ну, дырка это жёсткая проблема. Две двести тридцать, и это при том, что я не пробивал, ребята, ограничитель нашим новым способом. Так, сколько у тебя по скорости было? Я вылетел. А, ты из игры вылетел? Нихера ты придумал, прикольно. А как так? Ну, я не думал, что ты был бы дальше меня, потому что я тебя как стоячего догонял по сонару, но при этом, слушай, я не так уж далеко улетел. Это, получается, у нас озеро, которое у нас находится в Палетто. Нет, в Сэнде, вернее. Так, о. Нихера себе. В дырочку, в дырочку, в дырочку, в дырочку, в дырочку! Блин, я прям видел этот рикошет, но я рикошетал в другую сторону. Нихера, кстати, я залетел. А я остановлюсь. Что вы понимали, пока Димка летает вне игры, я тут летаю по горам. Вполне-вполне прикольно. Короче, отметим тачку. Это хороший прыжок. Конечно, это бьётся, кто смотрел рублики... Рублики. Рублики-вублики. Кто смотрел предыдущие серии по этой рубрике, ребята, он знает, что у нас машины высотой 50 гор чилет улетают. Поэтому, да, мне это не самый идеальный прыжок, но первый балл, поэтому погнали дальше. Ребята, второй раунд! Я был дальше, чем Димон. Димона перекрасили, смотрите, стоит там. О! Вы все видели, как он вылез из шкуры другого человека. Так, у меня три тачки у Димки ТВ. Ну, ладно, мы учтём, но лучше другим не показывай. Тебя не поймут. Так, у тебя, кстати, плимат неплохой. И, кстати, это чит, а вас же ты нет. Так, у меня, ребята, очень хороший быстрый финир. Единственное, но его нужно удержать, потому что эта машина любит кататься на депках. Да, гоню! Вот пытаюсь. Это скорость звука просто, я инициирую. 1400? 1900, при том, что всю дорогу машина горбцовала на задних колёсах, и при этом, пока она это делала, скорость вообще не набиралась. Но при этом я полетел хорошо, но хуже, чем в первом раунде. Так, ты где-то в городе упал. Прям так что-то тяжело на скорости 1400? На магистрале. Да ладно, с такой скоростью на магистрале ещё и тяжёлая тачка. Да, да, очень ужасно. Так, ну, слушай, а я прям туда же, прям так и мечу, ребята, в дырочку. Если в дырочку залечу, сразу победа. Это так, условное у нас есть такое обозначение. Один раз только мы там были за все-все-все серии. Короче, второй балл мой, неплохо приземлился, погнали дальше. Такое начало меня вполне устраивает. Три машины в Сноффе, в третьем раунде. Самолёт вообще идеально. Жук, кстати, возможно, хороший. Так, ой-ой-ой, аж подвисло что-то. Heroes. Heroes какой-то, да, странный. Так, Жук, ну понятно, Жук хорошо, ребята. По скорости даже это не самый быстрый, если Жук, он всё равно летающий. Так, у меня бэха, возможно, хорошая. Какая-то драк... Феррари, что? Так, она какая-то неполная. Что это за Феррари вообще такая качается? Она не качается вроде, да, или нет? Да, прокачалась. Ой. Так, ладно, вот так удалим. Так, у меня это самая Феррари летающая, кстати, между прочим. Какая-то вот эта интересная прям Феррари, я её даже добавлю. Так, а бэха. Слушай, у меня всё шикарно, всё летающее, всё прям, ну, чики-пуки. Поехали. Ну, Феррари, конечно. Это Феррари Писта, ребята, это очень хорошо. Жук тот ещё, Жучара. Феррари Писта, Писта, Писта её. Моя Писта, Писта, Писта её. Две пятьсот. Сколько? Две пятьсот. В смысле две пятьсот? Две пятьсот. Это под нитры? Два пять и два нуля. Охренеть. Что, ты понимал, я разогнал это всего лишь с тысяча девятьсот, при этом у меня там трасса ещё пропала. Но я только до обсерватории долетел на тачке, которая, кстати, летала до горы. Так, слушай, это странно, я перепрыгнул, потому что чего? Я перелетел гору. Это понятно. Так, окей, ребята, сейчас пробуем. Ещё раз разогнаться. Она как-то прыгает немножко. Ну нет, прикинь. Слушай, это, походу, не та, потому что всего лишь тысяча восемьсот. Ну ладно, это мы видели, как летает, поэтому я предлагаю сделать вот так вот. Прыгаем в машину к Димону. Жук улетел прям овер дофига. И овер высоко, я так понимаю. Так, ну, хотя нет, это бьётся, бьётся очень хорошо. Это пока экстрабалл, ребята, ебал Димону, но это побить изи. Так, ладно, ребята, у нас четвёртый раунд. Три машины будут нынче у Димки. И он был выше на Жуке. Жук летал, конечно, всегда, но до полета это неплохо ты добрался. Так. Возможно, чит, возможно, нет. Но, надеюсь, не чит. Дрявое, если там что-то не качается, я это не видел. Так, гелик, возможно, хороший. Так. И какая-то Хонда. Это вроде как Сывик. Так. Да, хороший гелик, ребята. Его я и возьму, потому что, ну, других вариантов нет. Тут, кстати, Эль Камина. Ну, давай попробуем. Вау. Синдром гелика никто не отменял. Который не поворачивает. 1900. 1900 тоже плюс-минус. Но я легче. Я тебя прям как стоячего догоняю. Эль Камина. Да, я прям падаю. Очень тяжёлый. Да, очень тяжёлый автомобиль. Ну, отлично. Это очередной мой балл, ребята. И, в общем-то, пока что у нас 3-1 выходит, если я правильно считаю. Гелик летит. Неплохо, кстати. Вполне-вполне. Ну, и, может быть, мы дальше прокатимся. Но это уже здесь не важно. Потому что балл я в любом случае забрал. И дальше рублёвки. Ой, я идеально приземлился. Хороший, ребята. Разгончик получился. Ещё и до горы долетел. Так, ну, в общем-то, понятно всё. Балл, ребята, в карман. А мы идём дальше. Потому что нам ещё нужно, как говорится, экстра балл у Димона отобрать. Пятый раунд. Три машины в кармане. Это будоражит воображение. Главное, чтобы ещё что-нибудь упало. Что за тачку тебе? Феррари. Так, у меня Porsche быстрый. Ой-ой-ой-ой-ой. Это то самое? Какая-то зенторно. А, нет, это не то самое. Так. Феррари вижу. Феррари должна быть неплохая. Так, у меня Таурек какой-то. Или если даже не Таурек, я не знаю, что это. Мы пробили ограничитель. Это у нас... Скудери, не Скудери? Ай, больно. Прямо в изгородь врезался. Скудери, да? 2700. Скудери. Так, 27... Ну, типа 2000 у Пассата. Или у Таурека, если бы точнее. Чё-то прям много, но он тяжёлый. Даже как у тебя Эль Камина. Так, ну, у тебя, походу, экстрабал. Потому что, ребята, Скудери, это самое. Она летает очень хорошо. И то, это новый кузов. Есть ещё старый. Старый даже пободрее летает. Но они так часто попадаются. Так, а я... Я побил новый экстрабал. Жибонька перелетел. Ну, понятное дело. Потому что, ребята, предыдущий экстрабал на Жуке был, ну, прям такой себе откровенно. Так, ну, тут неважно. Уже погнали к Димону. Прыгаем в тачечку. И это, наверное, будет сейчас очень высоко, ребята. Да. Ну, это, опять-таки, бьётся. И бьётся очень хорошо новыми читами. Но это уже прям приличный результат. Я пошёл. До свидания. Пока. У нас золотая середина. Две машины у меня от Рива Димона, ребята. И важно достать что-нибудь интересное. Экстрабал всё-таки я побить хочу. Ну, и у меня для этого и Хеннесси вином, ребята. И мыльница. Я возьму вином, потому что я его знаю. Это отличная тачка. Так, у тебя пока не считается крупногабарит такой военный. Так. Ты чё? Да ладно, это чит, ребята. Карма, кстати, тоже чит. И мустанг, да ты чё вообще? И то, и то, и то, ребята, шикарно. Так, я пробил ограничитель. Димка взял всё-таки мустанг. А почему не малютку? Да ну и нахер. Малютка 2500 ехал, я помню. А я хочу мустанг проверить. 2120. Я уже вином видел, ребята. 2300. Да ладно, ещё и мустанг быстрый. У меня дорога, блин, вся дрявая. И ты явно выше, да, явно быстрее. У, я прям вверх лечу, а ты падаешь. Да, да. Ну, в принципе, вином сюда, ребята, я летал за церквушку всегда. Это абсолютно нормальный для него прыжок. Стабильность. А вот мустанг и в Димона, хоть и дрявый, ребята, но мустанг там лютый. Так, я приземлился. Ну и самое время прыгать к тебе. И что-то ты сравнялся, слушай, к середине. Это меня не радует. Тем более экстрабалл у тебя. У меня всё радует. Всё отлично. Всё прекрасно, замечательно. Классно. Классно ты врезался. Короче, да. Это, ну, хуже даже жука, ребята. Но главное, что балл мустанг принёс. Так, седьмой раунд. И мне максимально не нравится то, что я наблюдаю. Вроде у меня тачки, ребята, это, казалось бы, козырные. Но летают так себе. Х1 и Мерседес. Не чит точно знаю. Так, у меня хороший Мерседес, я его возьму. Из Супра, но это не чит Супра. И третью не вижу. Что там? О, ебать! Что там? Китаец, ёб твою мать, ты кому зовёшь сегодня? Не, ребята, блин, вообще посмотрите, сколько читов просто. Сколько читов Димону всё. Алё, ты что творишь? И у меня, ребята, опять-таки, охеренно быстрый Мерс, который не разогнался. Чего? 1300 всего, я понял. 2800. Китаец сейчас должен поставить действительно экстрабалл. Ребята, который уже хрен побьёшь. И это мне не нравится, потому что теперь шансы чисто сравняться только в раундах. Я до больнички. Это самая фуфлотачка сегодня. Хотя нет, у тебя хуже было на магистрале. Новый экстрабалл. Так. Полетели к Димону. Опять-таки, ребята, мне уже надоело к нему прыгать. Уже наоборот. Такая серия. Так. Е-мое, да. Да, ребята. Это примерно, не знаю, ну 20 горчили, а так на вскидочку. Это уже хрен побьёшь. Выше можно улететь, ребята. Есть тачки, но шанс их достать прям крайне-крайне мал. Блин, тебе везёт. Нереально прям при чём везёт. Это жёстко. Да, да. О, я дельфинчик. Хей-ей. Восьмой раунд, и я уже немножко, как бы, начинаю задумываться, что что-то идёт не по плану. А начало было хорошее. Так, вот такой вот, ребята, старенький агрегат у меня. Я даже не буду смотреть под Поршу, я его знаю. Терзо видел Ауди, в итоге взял ты. Ну, давай попробуем. У меня даже Нитр стоит. Это хороший знак, ребята. Нитр стоят только на избранных тачках. Единственное, чтобы она ехала. Иди куда-нибудь нахрен. Как я в тебя не врезался. Не знаю, 1300. 1900 было, я чуть в тебя прям там не врезался, не вмазался. Ещё в стенку чуть не вмазался. Повезло вообще максимально. Тебя не вижу или что, неплохо. И по баллам, ребята, мы опять сравнялись. Так, давай немножко гору переедем. Не, не переедем. Ты где? Я на магистрали. Я на обсерватории, это классика. Но я прыгнул вполне неплохо. Девятый раунд и боевая ничья, значит. Экстра балл, ребята, тоже. Да. Опа, штука плохая. Тот самый мастанг, ребята. Тот самый. Конечно же, я его заберу, потому что потенциально это балл. Гусеницу мы не считаем, чтобы вы понимали. Гусеница у нас не ел, к сожалению. Леха и Фера. Ну, слушай, Ферри, 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 возможно, хорошая. Так. Давай попробуем. Фера, да, я вберу ее. Так. А у тебя не такая же была до этого? Не, не, тут 175 под капотом. 1200, 1300 максимум. Нормально, ты меня тогда догонял. А, 2200. При том, что я уже раньше к тебе поехал, ты меня так догнал, я даже удивился, когда увидел тебя рядом. Так, хотя это, возможно, был бы иеросинхрон даже небольшой. Слушай, а ты на мастанге долетал до, получается, палета, а я до палета, походу, не долечу. Ну, либо рикошетиками. Полторы тысячи у меня, и я все. Понимаю. Ой. Так. Ну да, прикинь, я не долетаю. Ты на мастанге долетел куда дальше? Но я знаю, чем это связано, правильно пробивать, если, в общем-то, ограничитель. Машины, такое ощущение, как будто чуть-чуть лучше, чуть-чуть быстрее летят. Но здесь это особо не важно, потому что, ну, на экстрабал я как бы не базарился. Десятый раунд, я на бал впереди. Очень важно сейчас еще раз победить. И еще раз. И у меня пош уже неплохой для этого. И еще раз, и еще раз. И еще много-много раз, да. И еще много-много раз. Да, у тебя фуфло какой-нибудь упадет. Блин, ну и бугайте. И казалось бы, и тачки вроде неплохие. Ну, что-то я стремаюсь. Альфач неплохой, но не подходит мне. Так, у тебя Раптор, вижу. А вторая, что? Эта машинка. А ты Раптор берешь. Ну, давай. Если я сейчас побеждаю, ребята, то я потенциально на один балл выхожу вперед, не считая экстрабалла. И следующие два последних раунда решат. 2.350. Неплохой Порш. 1.400. Так, отлично. Ну, опять-таки, я лечу в палету, ребята, на экстрабалл. Опять-таки, не базарюсь. Это не чит. Понятное дело, что не читачки. Ребята, ну, выше 20 горчилет вряд ли улетят. Но все равно прыжок прямо у меня козырный. Так. Ну, слушай, я идеально лечу. Примерно как Мустанг у тебя. А только чуть дальше. Димка где-то в городе. Это неинтересно максимально. Поэтому впереди два раунда. Пока что я на балл впереди. Интрига нарастает. Что будет дальше, сейчас узнаем. Мне надо хотя бы один раз победить. Ой, какой рикошет. Нельзя тебя побеждать. Надо. Играешь. Ну, и все зависит только от рандома максимально сейчас. Так, у Димки раз и два. И что там? Херня. У меня деликатес какой-то упал. Можно деликатес тебе? Не. Стандартный. Что за тачку у тебя? Угу. Какой-то... У меня блин какой-то. Да, ребята, маслкар старый. У меня ни одной тачки пока. Все стандартное. Очень важно сейчас достать, ну, в идеале чит хоть какой-нибудь. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Все, я полетел. Так, это не чит. Ну, что? Лагонда. Лагонда не чит. И Бэх М2. Вернее, М1. Да, это М1. Но я не уверен, что я буду дальше. Слушай, 173. 138. Я, короче, сделаю ставку, ребят, на самую медленную машину в надежде, что она хоть как-то поедет. Так, ну окей. У маслкара больше шансов, ребятам. Давайте попробуем. Хотя... Полетели. Как скорости? Ну, 1330. Пока. 1330. Да. Ну, понятное дело, из трехтачек у меня не было ничего интересного. И, короче, ребята, выходит так, что последний финальный прыжок, который будет сейчас, решит, тоже победил. Потому что у тебя экстра балл, а так у меня на один балл больше. Ну, такое тоже бывает. Так, ну и я на больничке всего лишь приземлился, долетел. Ты у нас... До обсерватории чуть не долетел, ребята. Это уровень рублевки. Последний, ребята, раунд впереди. И по баллам выходит так, что сейчас все зарешается. У Димона было очень много интересных читачек и нечитающих, которые летают. Вообще машина у меня... Ничего. Какая-то Октавия. Эу. Прям неинтересная максимально. И Ауди Р8. Не лучший, не лучший вариант. Октавия Совор вообще фигня. Так, у Димки здесь... Это что вообще? Это Ниссан какой-то? Ях, из-за чего брать? Корвет вижу. И какую-то вторую машину я не вижу, наверное. Ты берешь? Вот эту фигню. Ниссан. Так, поехали. Мне вопрос. Нужно ли мне было пробивать ограничитель? Нет, не нужно. Я даже не пытался. Тысяча триста. Вопросы к твоей машине? Тысяча четыреста. Да ладно тебе. И по накатику, я так понимаю, что ехать мне некуда. И буквально на коротке. Ты меня просто перелетишь чуть-чуть. Так. Ну я прям за магистраль. Прям еще в дырочку вот эту. Бац. И Димка где-то здесь. Да что? Чего? Ты... Ты как здесь оказался? Ты прикинь, я еще приземлился и прям вот в эту дырочку вниз свалился просто. Ребята, я думал, что ты будешь дальше. Ты тяжелее чуть-чуть оказался. Я просто не увидел этого. Ты смотри, я прям здесь. Прям здесь. Здесь метро. Да. Да. Неплохо, ребята. Повезло. Вот что значит. Вроде скорость больше, а машина тяжелее оказалась по факту. Что ж, ребята. Вот она на такой ноте. И с моей победой. Крайне на волоске победа. Причем я побеждаю. Хотя, если честно, я уже думал, что все проиграл. Такое бывает, ребята. С вас комментарий, лайк, подписка. Всем спасибо. Всем пока. Пока, ребят.